здарова пацаны мы приветствуем вас сегодня мы начнем собирать мотоцикл для вас и так с чего мы начнем начнем мы конечно же свежатины всем она очень нравится выкусываем детали с рамочки для нашей будущей хрюшки подготавливаем все необходимые вещи детали вот что у нас есть вот он так убираем излишки ненужные нам складывается отлично вот такая вот свинина ну все можно склеивать и начинать красить это у нас готовые к покраске моделька поросенка ну ладно я конечно шучу ребят давайте почистим все это всю гадость уберем срежем вот эти вот приливы и нужные нам делаем это старого важно чтобы не повредить сам объем детальки этой так срезали приливы сначала срезаем все приливы ненужные потом убираем швы точнее не приливы ну питателя убираем сразу за этим начинаю убирать шов литьевой который вот на голове идет прямо посередине не знаю насколько его удачно видно шов идет вот он срезаем приливы и следом за приливами начинаем обрабатывать литейный шов от пресс-форм который проходит вот здесь вот строго посередине головы его быть не должно если он останется выглядеть это будет ужасно после покраски так как это модель в конце концов достанется одному из наших подписчиков в розыгрыше которым будем проводить на нашем канале все это аккуратно раскапливаем удаляем шов откладываем готовую обработанную деталь в сторону берем переходим к следующей детали точно аналогично голове удаляем также литейные швы от пресс-формы нажимаем с такой силой чтобы это было достаточно для того чтобы нож соскабливал лезвие должно быть либо новое либо хорошо заточенное и лезвие у нас должно стоять четко вертикально либо с небольшим наклоном от себя для того чтобы мы когда проводим то есть если мы будем пытаться провести так то у нас нож просто вот таким вот образом врежется в пластик он начнет его срезать нам это не нужно поэтому нож ставим так чтобы он у нас проходил и соскабливал соскабливаем таким образом все швы проверяем смотрим как идет шов так и вот наша третья деталь половинка тушки здесь тоже есть литейный шов снимаем но здесь мы можем увидеть небольшой кусочек облой его подрезаем дальше переходим на шов итак я завершил зачистку швов следующим шагом мы будем склеивать склеивать я буду клеем от компании аврора во флакончике от томи просто перелит для удобства так можно предварительно нанести клей на обе половины чтобы предварительно расплавить пластик для дальнейшего хорошего сцепления двух половин наносим на одну половину и неудобная деталь наносим на вторую половинку нашей тушенки вот так вот берем и соединяем и хорошенечко прижимаем друг другу также можно сразу взять померить голову посмотреть чтобы не было никаких смещений здесь можем наблюдать небольшой перепад рельефа я думаю что стоит здесь сразу немножко срезать немного пластика вот в этом месте здесь вот получается ступенька с шеи на вот лопатку уходит здесь такая вот в этом зазоре получается ступенька ее надо убрать точно так же берем и соскабливаем ножом это место соскабливаем понемножку периодически подставляем голову и проверяем достаточно ли или нет здесь уже лучше выглядит это можно чуть-чуть подснять еще для выравнивания так скажем рельеф чтобы он был более планы чтобы не было ровных грани прямых снова берем голову и меряем проверяем смотрим со всех сторон на все совпадают все отлично ну и точно также берем клей наносим деталь здесь можно сразу поставить потому что еще придется проливать сверху все эти швы проходить для лучшей сварки также вот в момент когда мы зачищаем швы у нас остается много стружки эту стружку можно использовать в тех местах где своеобразные получаются такие неровные зазоры или большие щели большие если они есть берем просто вот так вот клей эту стружку наносим прилепляем приклеиваем в те места где необходим я вот хочу добавить сюда где вот это вот зазор шеи этой же кисточкой от клея мы это все выглаживаем сразу же так как стружка очень тонкая она расплавляется этим клеем растворяется сильно не заполняет наши зазоры после такой процедуры конечно необходимо время на просушку где-то ну то есть так чтобы поверхность была не мягкая твердо уже засохший пластик после соединения двух половинок у нас получается вот такой неприятный шов его мы удалим сейчас обработаем клеем делается процедура аналогичным предыдущим что у нас этого быть не должно должна быть такая гладкая спина удаляем это все швы убираем для того чтобы у нас не получился франкенштейн соштопанный из нескольких тушек максимально все это соскапливаем дальше мы это доведем немножко наждачкой для придания более-менее такого ну как чтобы гладко здесь все было чтобы это было одним целым точно так же вот здесь на пуле снимаем шов и совсем хорошее удобное место но ничего не поделаешь что есть с тем приходится работать ты вот можно обратить внимание что шовчики удалены теперь я возьму наждачку немножко со шлифую сравняя вот это вот поверхность на спине вот такой вот наждак у меня для маникюра с мелким мелким абразивом это даже не знаю какое уже стертый много поточено пластика этим абразивом вот снизу к сожалению мы подлезть не можем для этого нам потребуется обычная наждачная бумага к примеру вот такая да это был большой лист я распустил его на полосочки заранее чтобы можно было пользоваться разума здесь очень маленькое расстояние поэтому надо еще отрезать небольшой ширины полосу которая нам поможет обработать вот это вот место таким вот образом это не очень удобно всегда закрепить это можно в каком-нибудь приспособлении у меня к сожалению такого нет поэтому приходится вот обрабатывать таким образом немножечко снимаем проверяем убралось если не убралось еще гоняем и так проходим несколькими видами размерами наждачки до получения гладкой поверхности но не забываем о том о том чтобы не сточить нужный нам рельеф здесь у свинки идут сисочки такие видимо это самочка вот следим за этим чтобы их не сбить наждачкой где-то можно иногда взять пинцет такой обычный ну вот у меня в данном случае пинцет с таким стопором то есть губки не будут расходиться взять этот пинцет намотать на него наждачку каким-то образом там попробовать на и на лучшего счете и так сложить ножичка и таким образом поточить здесь уже видно что достаточно хорошо снялось как проверить качество нашей обработки например может казаться что выглядит хорошо на самом деле если провести ногтем будет ступенька и будет цепляться вот если это происходит опять же берем наждачку и снимаем излишки пластика нажимать сильно не нужно чтобы не создавать царапины глубокие сколько надо наждачка сама снимет зашли задавить сильно даже мелкая шкурка она может сделать глубокие царапины чем хороша такая губка смысле наждачный абразив на этой пилке тем что она вот именно на губке и облегает хорошо рельеф там где нужно то есть если у нас много всяких складок и так далее она их повторяет не снимая а если снимает а опять же снимает с повторением рельефа то есть рельеф мы не сбиваем вот таким образом у нас получается вот такая вот хрюша хрюша готова здесь надо довести еще буквально в двух местах это вот это место дождаться пока высохнет и точно также обработать наждачкой а на этом наш выпуск завершён всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на нашу группу вконтакте до новых встреч